Во вторник в администрации района состоялось предпосевное совещание, на котором присутствовали глава района Заур Хамирзов, главы и заместители сельских поселений, руководители крестьянско-фермерских хозяйств. Были приглашены начальник отдела растеневодства Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея Эмма Абрегова, начальник отдела механизации Министерства сельского хозяйства Мурат Хайшал, руководитель Росельхозцентра по Республике Адыгея Раиса Журба, руководитель отдела продаж Общества с ограниченной ответственностью Кристалл Евгений Городнов, представители фирм по продажам и средств защиты растений. Глава района Заур Хамирзов поприветствовал всех участников совещания. Я хотел бы всех участников поприветствовать, пожелать всем удачи, терпения, пускай все те ожидания, которые мы все планируем в этом году, по выворачиванию сбору урожая, у нас у всех вас сбудутся. Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 2 по Республике Адыгея Тимур Ахтау обратился к главам крестьянско-фермерских хозяйств района. Хочу напомнить, что срок отчетности по ЕСХН, поскольку у нас тема сельхозного направления, не позднее 31 марта. Мы вам это напоминаем и просим не пропускать этот срок. То бишь декларация должна быть сдана не позднее этой даты, в связи с тем, чтобы впоследствии не было никаких с нашей стороны налоговых санкций. То бишь увеличение к ответственности за данное правонарушение. Также хотелось бы отметить, что в среднем, если посчитать именно по плательщикам ЕСХН Кашкабльского района, на 1 гектар сумма налога приходится порядка 300 рублей. Есть кто платит 30 рублей из плательщиков, есть кто платит 2 тысячи, 2 гектара. Поэтому ситуация такая очень резкий перепад. Поэтому тоже одно из таких пожеланий добросовестно отнестись к сдаче отчетности и, соответственно, к этим цифрам, которые будут указаны в декларации. Раньше тот, кто сдавал ЗОО 2017 года, тот, кто получал аренду плату, обязан был не позднее, 31 апреля, 30 апреля, сдать декларацию по НДФЛ, если вспомнить, если кто знает. Сейчас, с 2017 года внесли изменения, тот, кто арендатор, вернее, арендодатель, обязан сообщить нам об этом и сам самостоятельно, вернее, самостоятельно мы исчисляем эту сумму. И будет эта сумма указана в налоговых уведомлениях, которые будут отправляться совместно с местными налогами земля и имущества транспорта. Уведомления получаете на уплату транспортного налога 2017 года, то бишь не позднее, 1 декабря 2018 года, эти суммы будут входить в эти уведомления. При условии, что, соответственно, арендодатель укажет сведения, выплаченные арендодатом. Руслан Ямыков, в свою очередь обращаясь к присутствующим, отметил, что соблюдение платежной дисциплины – залог успешного функционирования всех структурных органов района. В свою очередь хочу призвать вас на самом деле к соблюдению платежной дисциплины, необходимости уплаты налога, сами понимаете, залог успешного функционирования всех структур органов района, о расстоянии его жителей, исполнении всех социальных программ. Поэтому, в свою очередь, от имени администрации района призываю вас отнестись к этому обязанностям и к исполнению требований закона очень тщательно. Далее, по первому вопросу повестки дня о фитосанитарной обстановке и особенностях проведения уходных мероприятий на озимых культурах в условиях 2017 года выступила руководитель Россельхозцентра по республике Адыгея Раиса Журба. Уважаемые друженики нашего села, наступает очередной сезон, и к этому сезону мы подходим, как всегда, с какими-то особенностями. Вы все помните осень прошлого года, которая была очень сложной для посева, и практически сразу после посева наступила зима, что и формирует особенности уходных мероприятий в ранний весенний период, ну и, соответственно, закладку урожая. Руководитель Россельхозцентра отметила, что состояние озимых культур под урожай 2017 года в республике Адыгея складывается и зависит в значительной степени от условий осенне-зимнего периода посевной кампании. В оптимальные сроки в республике посеяно 15,4% площади озимых культур, 84,6% посеяно позже оптимальных сроков. В Кашхабском районе по срокам сева ситуация лучше, чем по республике. В оптимальные агрономические сроки в районе посеяно 38% площадей. Также в районе под урожай 2017 года озимыми культурами засеяно 15,06 тысяч гектар, в том числе озимой пшеницы 12,81, озимым ячменем 1540, озимым рапсом 715 гектар. От запланированной площади посевок план выполнен на 86%. Озимый сев произведен с семенами высших репродукций, оригинальными и элитными, на 13% площадей и с семенами первой и третьей репродукции на 87% площадей. Приветственным словом к участникам совещания обратился руководитель отдела продаж «Общество с ограниченной ответственностью Кристалл» Евгений Городнов. Надеюсь, данное мероприятие войдет в традиции совместно с сельхозуправлением проводить данное мероприятие, дабы вам, аграриям, рассказывать о инновационных решениях, которые та или иная компания внедряет в свои технологии. Ну, чтобы вы не стояли на месте, потому что наука, как правило, не останавливается, идет только вперед, надо идти в ногу со временем. Вкратце о своей любимой компании, то, что отличает, в принципе, нас от конкурентов, да, от наших товарищей. Мы их не называем конкурентами, лично я, а партнеры. Да, мы на самом деле в крае практически во всех районах представлены, но также в республике Адыгея, республика Крым. И мы действительно сотрудничаем, дополняем друг друга, где-то помогаем, где-то советуем. Покрытие наших клиентов осуществляет, ну, площадь покрытия наших клиентов, которую мы сопровождаем, ну, где-то порядка 1 156 000 гектаров в среднем, вот такая вот цифра. Это только по Краснодарскому краю. Также вот мы сотрудничаем, и нам доверяют зарубежные партнеры, такие, как Майзадор, сегодня представитель расскажет о инновационных своих гибридах, о этой элитной генетике. Также компания Монсанто, с которой мы сотрудничаем, Сингента, Баев. В завершение совещания представители компании, занимающиеся распространением и поставками гербицидом, семян и удобрением, рассказали фермерам о своей продукции, о новых направлениях в этой области. Продолжение следует...